Проконтролировать процесс приготовления шашлыка в кафе не всегда представляется возможным. Поэтому первое, что вы можете сделать, чтобы трапеза не обернулась серьезными последствиями для здоровья – не приобретать шашлык в сомнительных заведениях. Второе – обратить внимание на место, где его готовят. Чистое ли оно, есть ли возможность помыть мясо и руки повара. Третье – не полениться проверить соответствующие деятельности документы. В кафе, где готовят шашлыки, должны быть в наличии санитарное эпидемиологическое заключение или гигиенический сертификат от Роспотребнадзора и санитарные книжки на каждого сотрудника. Кроме того, у продавца должны иметься документы на сырье, из которого готовится блюдо. Если шашлык изготавливается из полуфабриката, который закупается там, или из мяса, из сырья, то из мяса это должно поступать с полным пакетом документов. Это, как правило, накладная и ветеринарное свидетельство. Если это полуфабрикат, то это накладная и декларация. Правильный шашлык готовится из нежного мяса, в котором нет сухожилий и жира. В маринаде не должно присутствовать уксуса и большого количества специй. Мясо держат на углях примерно 20-25 минут, постоянно переворачивая. Так что, если ваш заказ подозрительно быстро поджарился, лучше сразу пойти поискать другое место отдыха и питания. Узнать о готовности мяса можно, надрезав его. Если выступивший сок розовый, мясо еще не готово. Если сока нет вообще, шашлык уже пересушен. Если же сок прозрачный, блюдо можно смело подавать на стол. Если разрезали и увидели розоватое внутри мясо, отдайте обратно, не рискуйте здоровьем. Если, например, шашлык плохо прожарен, например, если мы, допустим, берем свинину, то вот при плохой прожарке того же самого кусочка шашлыка риск паразитозов возрастает просто на порядке. И то большое количество паразитов, которые могут жить в мясе, если они предпочтут, если они жили в мясе, скажем, животного, а они предпочтут мышцы человека, и не дай бог решат размножаться мышцами человека, то есть очень серьезные заболевания, которые просто трудно излечимы. Такой продукт, как шашлык, я опять же рекомендовал большинству людей исключить просто из употребления своего питания, а тем более в каких-то придорожных кафе. По мнению врачей, баловать себя лучше не слишком румяным шашлыком, и не чаще, чем раз в неделю. Если же после употребления этого блюда появилось недомогание, тошнота, повышение температуры, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью и сдать анализы на наличие паразитов или кишечной инфекции.